так возвращаясь опять построение наговицына на чем как бы остановился наговицын как я помню хочу вернуться есть поток какой-то поток мы ставим точку и как бы даем возможность желтому быть как желтому только возможность еще это не желтый даже цвет и лишь или что-то это было привязки к тому что мы потом дальше приводим прямую и как бы ограничиваем даем границу желтому и красному и уже здесь появляется какая-то форма вот как следующее то есть нагреться пытался связать именно геометрические какие-то вот понятия именно с формой восприятия вот как мы воспринимаем форму выстраиваем да вот я как я понял опять же и точку вот поток идет какое-то да мы не понимаем что вообще вот вот что-то идет только есть ощущение качество есть качество вот поток представляет как бы качество чтобы выделить из потока что-то первое что мы делаем это ставим точку 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 и даем возможность желтому еще не желтый просто возможность мы чего не ограничиваем от остальных мы не понимаешь это желтый но мы понимаем что это что-то не такое как остальное и потом мы проводим прямую игрушек вот это да вот это вот желтый а это красный точно огне и это уже форма уже начинается мы уже как только мы проводим прямую мы выстраиваем и квадрат и треугольник и все такое как я понял вот но здесь я с ним не соглашусь немножко как строится форма мы ставим не привод у многовицына было понятие что прямая это движущая . но вот движущая . и как мы только перестали проводить . как бы и пропала форма да то есть она постоянно проводить 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 вот мы душа осознала треугольник тело начинает проводить и тут же вот как мы остановились как бы треугольник пропал по его понятию да мы снова строим треугольник и снова треугольники нет отношения к результату до результата нет а есть некое построение в этом смысле и треугольник нет ничего ему на самом деле говорю потому что если переменное высвечивание то одной вершины то другой это другой вот но я как вижу эту ситуацию это интересно нет никакой прямой вот как ты говорил есть набор точек и каждый раз когда вот этот а мы на чем остановились переход от точки к прямой вот он думал что прямая движущая . я-то думаю это набор точек вот мы каждый раз вот это вот возможность как желтого как желтого если мы выставляем много точек вот мы выставляем много точек и мы определяем что это красный а это желтый и эта граница условная опять же как и в жизни мы не можем сказать что вот это вот вот это вот как бы красная чуть-чуть людей как вот где границы между желтым и красным она такая условно бывает цвета и такие как бы гибко об этом не успел сказать лично говорится номер что есть четкие границы нечетко есть как бы холодный назвал так вот 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 так называют да но ты привязывался больше к математике как я понял вот это те 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 да это вот тоже интересно потому что понять что как . приходит прямой сами не сложно даже невозможно плюс очевидно конечно что в таком осмыслении конечно поставив точку мы дали возможность желтому быть как желтым красным как красным да это вот такой возможность туда да ну что мы сделали по большому счету можем указали не на красоту мы указали на возможность различия к развлечения да именно различных куда-то отсюда отсюда следующий ход был бы хаус до хвости то есть то что есть пространство но слившиеся для того чтобы нас красное отличие отличилось от желтого мы должны уметь различать точки нужно разлепить нужно быть может быть может сепаральными по математике по другому допустим про отдельность то есть отделены из точек чтобы сам понятие точки когда это означает что она делена друг ли будь . в этом смысле она является формой различия желтого от красного да вот она является может полный различие жёлтого от красного. Наговица же в этой ситуации сказал, что не существует формы различия жёлтого от красного, что формы различия жёлтого от красного, это иди само красное. Ну вот так, наверное, он сказал. В этой самой ситуации. Ну вот я не понял, как он сказал. Почему? Почему? Потому что для Наговица с самого начала фехтянская картинка невозможна. Что нам говорит Фихта в этом смысле? Факт Сознания. Он нам говорит интересную вещь, что у нас есть мышление, то есть бытие, потом у нас есть форма оплёрности, то есть пространство как таковое, и качество. И он говорит, что красное, если оно было предоставлено на самом Сорвье, превратилось бы в простую точку. Но это очень важно. У него точка может быть окрасна. То есть у него есть качество как таковое, которое предпослано Сознанию. То есть Сознание занимает своими делами, оно мыслит. В этом смысле всё в мире оказывается существующим. И оно само-самого Сознание оказывает существующим, с одной стороны. А с другой стороны, оно ещё поддаёт ему какую-то форму. То есть форму пространства, допустим. Но качество оказывается тем самым, вот Виктор, предпослано Сознанию. Вот это краснота, например. То есть вот они между собой, пространство и краснота, они различны абсолютно. То есть есть качества как таковые, а есть краснота. Ну чувственные ты имеешь. Качество это чувственное восприятие. Это он называет, совершенно верно, ограничением внешнего чувства. Красное для него это ограничение внешнего чувства какое-то. Но тут смотри, в чём разве... Как он с этой ситуацией работает. Да. Вот так. Для нагребительства такой вопрос невозможен. То есть он полагает, что красноты, то есть ограничение качества как качество, таких чистотых, чистых качеств, и самих собой отделённых, он существует, их не существует не только в теории, не только на практике, но и в теории. Потому что дефект они не существуют на практике, потому что любая поверхность, это в первую очередь поверхность и не точка. Поэтому она красная. Сложно сказать. Я вот не понял, что я имел в виду на Говицын, когда сказал. Но вот я точно понимаю, есть же исследования там, что допустим эскимосы или кто там, северные народы, включая там 15 оттенков белого, которые обычные люди... Да, я слышал, 300 слов для снега, да. Да, мы их не различаем. Оказалось, что неправда, да. Может неправда, да. Но это не важно. Возьмём русский язык. Никто не различает голубой. Вот русский... Конкретно мы видим, мы всегда смотрим, вот это голубой, это синий. Ни у кого вопросов как бы не возникает, где голубой, где синий. Если мы берём другие языки, то там нет голубого языка, слова. Есть синий, светло-синий. И граница очень размытая. Они не видят так чётко как бы голубой, как мы. Вот, это что странно. Но, возвращаясь к этому, что моя принципиальная позиция стоит на том, что, вот как бы сильное утверждение, что нет никакой прямой. Есть набор точек. Вот мы точки выставляем и действительно существует треугольник, пока мы его выставляем точки. Вот мы выставляем точки. И они могут в прямую ложиться. Как бы. И вот этот набор точек, как мы сильнее вот эти точки поставим, как плотнее поставим, как более конкретнее, тогда мы будем различать и красный и желтый. Если мы ставим набор, вот точку мы поставили, мы только различили, различили, что что-то есть как бы что-то. Да, там, что есть какая-то разница в чем-то, да. И потом и набор точек, что вот это, эта точка. Мы вот различаем, что и это различие, это различие, это и здесь, и здесь. И тут мы начинаем видеть, прослеживаются уже красные и начинают прослеживаться желтые. Это вот именно процесс, как бы, но у нас есть память. Да, ну это понятно, но это все равно выглядит странно, потому что, казалось бы, что сознание настолько захвачено деятельностью по устранению точек. Вот она сидит, как это, как в Игре Престолов, там, сумасшедшем, колотит жуков руком этой стуки. Один жук, второй, и он полностью захвачен деятельностью. Здесь точно так же, вот сознание, казалось бы, настолько захвачено деятельностью по устранению точек, точка, 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 что ни красного, ни зеленого, ни синего, ни желтого нету. Ну, мы как бы останавливаем это понятие, что мозг это автоматически делает. Они где-то, может быть, где-то и существуют, но они никогда из своей потенции, которая есть в угодно точке, они в актуальность не приходят. Ну, вот смотри, давай тогда вернемся вот тогда к форме, более будет понятно. Да. Вот мы стол, да, вот мы стол имеем, мы всем понимаем, что вот это стол. Да. Вот, мы выставляем точки. И когда вот этот стол превращается, там, не знаю, в стул, вот мы эту точку выставляем, когда у него начинают бортики тут быть, и это точка. Или когда у него какая-то плоскость уменьшается, или у него когда ножки. И вот это вот процесс, именно выставление вот эти точки, каждодневное, мы выставляем. как тут виде этого нужно это событие запрещенного работе а вот я не согла ну не то что не согласен я как вижу что здесь предыдущее состояние важно то есть предыдущая точка важно но опять же мы ее можно перечеркнуть тем что мы новую точку ставим новом месте и как бы вся вот эта геометрия она смещается то есть кто-то сделал стул громадных похоже на 100 поставил тут и на и все на нем сидят и завтра мы будем понимать что черт возьми и вот это тоже стул а они стол вот если мы сейчас начнёмся сидеть на нем мы как бы вот эту точку ставим в позицию что вот этот стол превращается в стул понимаешь и вся вот эта геометрия смещается потом все вот следующие точки если вот так вот будет повторяться мы уже приобретем не форму стола а форму стула то же самое с треугольником ну сама идея то 100 стола и стул останется просто именно в нашем мере тело будет выстраивать именно такие вот стулья и столы ну вот вот идея как вот я могу сказать что в данном ситуации непонятно как ситуация в себе остановится ситуация для себя это оказалось вот ситуация себе неразрываемая ситуация в себе быть может каким-то образом если когда осознание понимает себя как форма то есть она не понимает не только увеличена деятельностью по построению точек но и понимает что она является способом и источником этого построения быть может в этот самый момент желтый становится желтым быть может желтый становится желтым когда мы объясняем ребенку что это желтый ну вот когда я у меня дети есть и я к чему почему я думаю что первичнее именно мысль чем слово слово это ничто слово это порождение какой-то мысли мысли образа или чего ты не идеи которые внутренние которые не проговариваются и потом она просто обозначается сон просто когда ребенок еще не умеет говорить он достаточно хорошо понимает вообще происходящее ты ему даешь там яблоко он его берет не можно надо объяснять возьми яблоко да он это понимает он ты мог показывать что тебе нужно яблоко ну как-то вот то он даже не понимает слова он идет и дает ты улыбаешься он улыбается ты мог вот так вот показываешь он понимаешь что нельзя то делать что-то нельзя делать он уж эта идея не взял него уже заложено хотя слов еще нету слов нету еще слова для него это пустой звук как бы когда так для собаки вот собака там при не она не понимает style прыгнуть а понимаешь говорят прыгнуть там вот этот набор звуков она начинает прыгать вот эта идея прыгания как бы есть они не понимают что это прыгание имеет связь там с чем-то там вот можно там прыгать там по сайтам еще как-то да там прыгать там воду там не как-то так да он понимает смысл то есть многообразие этого нет нету выстраивания точек вы когда мы каждый раз говорим обозначаем что да и в разных контекстах ребенку он понимает что вот это вот дай вот эта идея да я нам соприкасается с разными формами как бы да вот из и стол то же самого спрашивает что такое то стол да ну вот это что такое ты говоришь стол а вот это что такое ты берешь диван да потом показывает другой стол вот там где на телевизор стоит ты говоришь это тоже стол просто он другой мы каждый раз устраиваем вот эти точки ну может быть да но вот я хотел подчеркнуть этим докладом что нет никакой движущей точки есть набор точек и набор точек может образовать квази прямую опять же мой идеально прямой нигде не выстраивала вот у меня была другая влеча на стояла в том что все таки все есть . все есть . отлично тело отлично от сознания все но выбирается в том что мы ставим набор точек ставим их телом и тем самым проводим к генуальной прямой и мощность то есть счетом множество . и мощности результат то есть примут она принципиально отличается чем мощность нашего сознания . которые мы ставим надеюсь что в категориях математики мысли вот это такая была попытка сделана то есть и вот тот факт что они между собой различаются их мощности мощности счетного множества мощности множества континуально то есть настоящий . выражает на самом деле глубинное различие между сознанием и телом ну понятно что лик Михайлович понять этого не мог ну это да ну может быть я не знаю может он это понимал просто хотел обойти или решить эту проблему нет я пытался это дело высказать ну это было сложно ну все вроде как бы подытожили да